Мы здесь на улице Челускинсов, в городе Александровка, на улице Донецка, на территории Украины. И мы здесь только часа после того, что женщина была украинского снайпера. Это то, что жители и жители на улице говорят. Украина находится в больнице. Также, в очень early часах. Эта квартира была украшена и украшена. Эта квартира, как у каждого дома на улице, была украшена много раз в последние годы. И это, опять же, показывает, что эта война полностью. И мир должен вспомнить, что происходит здесь. И как это влияет на цивилизационную цивилизацию. Мы здесь получаем много информации, как мы можем. Поэтому, пожалуйста, лайк этот видео, подписывайтесь на мой канал. Пишите этот видео на все социальные медиа. Потому что это очень помогает мне сказать, что происходит здесь в Донбассе. Это сегодня? Нет, нет. А. Что сегодня? Крыса. Крыса. Да, вот там вот. Ага. И сколько время это было? Здесь около шести. Угу. Утром. Без двадцати, без пятнадцати. Ну началось, а нам, да, десять в часах. Да, это уже. Где мы находимся сейчас? Александра у нас. Александра. Улица Челюскин цел. Угу. Противотанковый, радиоуправляемый снаряд. Прилетел, взрывал. Ну, по взрывной волне, по частям, фрагментом от снаряда обредили, что это противоптурс. Птурс бывший, так называемый. И вот это он сюда влепил и вокруг. Идем ты в двор еще там с ним, если. Пошли. Ага. В этом рядом построил дом хороший подвал. И вся эта улица собирается и спят там. А когда успокоится, они расходятся по домам. Ну, хозяйство, что-то. И она вышла, идет по улице. И снайпер. Угу. Она шла туда, домой. Ага. И куда, это куда это стреляет? Оттуда. Да? Украина, да. Там Украина стоит. Вот. Ага. Через 200 метров Украина. Вот. Балочка. И на той стороне, вы видите, отсюда видно эти старые постройки. Разбитые точнее. И оттуда снайпер ее живет. Угу. На Граданский, да? Да, да. Женщина молодая. А, это снайперы? Снайперы, да. Ага. Зачем украинский снайпер стреляет на Граданский? А это разве первый? Поднять меня тоже. Да? Я уже старый, но это еще в пятнадцатом году. Просто так. Взял пулемет, то есть автомат провел. И вот сюда попал. Зачем украинские сделали это? Вы подумали? А зачем? Бендеру защищают. А еще дом сегодня горел, да? Отопстрела. Там дальше дома погорели давно. В пятнадцатом еще году. Двенадцатого мая пятнадцатого года. Три дома подряд сгорело. А сегодня сколько домов пострадало? Сегодня, ну вот это, добивают. Он уже с пятнадцатого года побитый. Пятнадцатого стреляют и сегодня, да? И пятнадцатого, и шестнадцатого, и семнадцатого. Ежегодно, ежедневно стреляют. Только, ну сильно, ну вот сегодня сильно. То только мины бросает, то просто снайпер стреляет. Вы чувствуете, как вы сам украинский? Да, чистый Украина. Да? Что вы подумали на украинский сделать это на гражданских людей здесь? Потому что восток Донбасса работал. Когда прыгали там, танцевали. Вильно Украина. Москали на Геляку. А мы работали в это время. Вот. И им не понравилось. Вот они и пришли в это. Июнь, июнь, июнь или июль. Четырнадцатого года пришла это. Вот здесь это все войска. Вот здесь трасса, запорожская трасса. Это Донецк-Запорожье. И вот они стали, и оттуда били. А потом организовали здесь проходы этот. Тогда они с Марьинки начали бить. Здесь уже пограничники стоят. Ну, как перевод. Переход этот. Марьинский, Александровский. А в Марьинке там чисто нацисты там стояли. Айдары там. Кто только не стоял. Они же там меняются через месяц, через два. Вот в Красногоровке и Марьинки. И они то оттуда бьют, то оттуда. Отсюда уже не стали стрелять. Но иногда выходят и сюда. Отсюда. Что вы хотите дальше за Донецк? Ну, может придет новый президент, уберет войска. Просто убрать войска. А потом уже переговоры. Или демократическая республика, федерация или автономия. Я уж не политика не в курсе. Понял. Или федерация, или автономная республика. Донецкая республика. Угу. Вот так мы думаем. А в последний месяц усилились обстрелы в связи с выборами в Украине? Да, часто стреляли. Но вот это особенно. Чтобы уже женщину ранили. Женщина. Ну, знаешь, успокоились. После, ну, легкие там стреляли слегка. Автоматные пулеметы, мины бросали часто. Это 82-е особенно. А это вот в Турск прилетел. Серьезно уже. Вы будете ехать за украинский выбор? Что? На выборы будете ехать, спрашиваю. Куда? Голосовать туда. На эту? Нет, боже упаси. Никто не поедет. Это принципиально. Все отказываются. Если проехал. Во-первых, очень тяжело проехать. Это полдня теряешь. И полдня назад. Кто это? А во-вторых, что? За Порошенко нет. Бойко. Если Бойко действительно там было 3-4 человека, можно выбрать. А так, подставы это? Зеленецкий. Не нравится? Нравится, но он это. У него руки чистые. Да, это хорошо. Руки чистые. Не в крови. Но у него же программы нет. За что он? В то же время он давал интервью раньше, что я продолжу войну. Что это такое? Нет бы сказать, я приеду переговоры. Говорит с Донецком. С этим, с нашим Пушили. Кто там будет. Вот. А он же нет. Я войной возьму Донбасс. Что это такое? Это снова будет. А что такое? Один снаряд, что надела. А если это Град пусть? Значит, тут села не будет. Угу. Препонентико не снимайте. У меня там родственники на этой стороне. Пожалуйста, не снимайте. А, нету нету, да? Просто спина. Только спина. Кто это? Мюша, Мюша, Мюша. Это я. Это бабушка. Угу캇. Это твой дом? Нет. Нет. УгутиFA там. Мюша? Это сегодня, да? Да, да, это сегодня Это сегодня И здесь мы видим, что еще более длительные, которые произошли Они уже сделали немного чистки Но эта комната была очень сильной, и сегодня опять была была сильная И была противниками украинских снайперов Не только один, кто мы говорили тоже были сильной И это показывает, что украинские противоукранные батальоны противоукранные батальоны и это нужно остановиться Теперь мы продолжим собрать все информацию Поэтому, пожалуйста, поделитесь этим видео, лайк, подписывайтесь И помогите мне показать всем, что происходит Потому что что-то нужно сделать Это сегодня? Это сегодня? Да, в окно А что раньше? Что это принцип? Расскажите, пожалуйста А я что? Я не военный, не знаю А где вы их находите? Покажите В Огороде здесь, Навалово Вот тут было, вот тут было И когда это было? Когда это было? На неделе три назад Четыре, может месяц Месяц, один месяц тому назад Вот, она влетела сюда Вот так Вот так было, да? То я уже засыпала яму Это фост Это вот, ложится Муха ба И полетела Муха ба Когда украинские стрелают Они видят Это дома Они стрелают Да? Украинские стрелают Они не знают Где они стрелают Знают это дома Ну примерно знаю, да Ага Беспилотники же летают Да, но это не беспилотники Это только смех Это вот Это вот Ложится сюда И Бабах Труба Из трубы вылетает вот это Ага Вот эти А там балабах Раскрывается Это направляющие Ага И он летит И Попах А это вот здесь Да Сам взрыватель Угу Вас Видит Украинский беспилотник здесь? Видит Да? Часто Много Часто Ну Один раз в неделю Это обязательно Ага Вот это вот Вдоль линия так Идет туда И сюда Марин Как раз Нагоровка И Девчата Как оказалось сегодня И сегодня Ага Вот так Понял Объясните Почему Что ездят в ту сторону И поэтому Не хотите Чтобы лицо Вышли Ну потому что Репрессия Оттуда Будет Сколько Украинцев Ну отсюда С Донбасса Переезжает На Украинскую И Нету Не возвращаются А где они? СБУ Забряло в подвале Угу Это Знакомые В Мариуполь Женщина поехала И нету ее Угу Где Определились Она там Теракт Готовила Пожилая Женщина Готовить теракт Против Украины Ну это абсурд Угу Это должен Человек подготовленный Будет В основном Мужчины А не женщины А сколько ей лет? Тридцать восемь Или что-то такое Ну В общем Толком я не знаю Я не вникаю В этих Ну главное Что поехал И не устало И уже Определились Одно абсурд Какое-то абсурдное Заявление сделало Это Обвинение Салом Намазывало Эти Рельсы Чтобы авария была На ЖД На вокзале На ЖД путях Ну это Шутка Или Черт ее знает Ну А когда это было Что женщина поехала В Мариуполь и пропала? Ну это уже года три Три года назад Да И до сих пор нет? Ну Уже Не интересует Сколько событий Что оно уже не влаживается В голове А кто-то ищет из местных Вот Да Это Работает С моей невесткой Мать ее работает И я говорю То-то Нашла Где-то в Херсоне Уже в тюрьме Там Ее должны поменять На обвинение пленных Если будет Да? Может быть Но обвинение у нее серьезное Готовила взрыв Подрыв этого Какой-то Руководитель Какого-то руководителя Какого-то руководителя Здесь операция идет Продолжается Просто это уже Три типа операции Сейчас они Финальные Хорошо Представьтесь сначала Рудченко Игорь Анатольевич Главный врач В больнице Скажите С какими повреждениями Прибыла И что сейчас происходит? Ну Эта мирная женщина Она поступила Поступила С обнестрельным Пулевым ранением Проникающим В брюшную полость С повреждением Внутренних органов Сейчас Проводится Оперативное вмешательство Уже два этапа Выполнены С участием Хирурга Абриалии Сейчас хирурги Проводят Третий этап Операции Какие-то прогнозы Есть? Прогнозы Не будем пока давать В принципе То, что нужно Для выполнения операции И жизнеобеспечения На данный момент Все есть Кровь есть Поэтому Сейчас нужно выполнить То, что нужно Что зависит от хирурга И потом Будет вопрос И выкаживаем Спасибо Это ближайшая больница К Александровке Ну получается Да Доставили в ближайшую больницу После остальных Были уже случаи Когда с Александровым Привозили Мирных жителей С Одинственным Мирных жителей Было Что привозили Управили Мирных жителей Привозили В Петровке В петрофке На втором В неделю В столе В неделю Их Собор Украинские силы Управили Мы Управили Управили В больнице Управили Что сейчас Она Очень тяжелая Управили Вjukравили Собор ее системой лучше и помогает ей сделать это через операцию и убежит ее снипер-булет. Но они делают их best, только время, как всегда. Но что-то должно быть сделано, чтобы остановить эту невероятную таблетку пациентской области. Сегодня мы видим, что это был украинский снипер, который увидел эту пациентскую снипер-булетку в своих сторонах и ударил на нее. Мы также увидели, что цивилизационные домики снипер-булеткой и атаками. Что-то должно быть сделано. В мире нужно восстаться и понимать, что эта война продолжается и не продолжается так долго. Мы уже в пятом году. Это нужно остановиться. Пожалуйста, поделитесь этим видео в социальных сетях, лайк и подписывайтесь на мой канал, если вы уже не знаете, потому что это помогает мне показать в мире, что происходит. Люди должны понимать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!